Это важные вещи. Память, кстати, является силой, в которой находится судьба. Вы скажете, где судьба находится моя? Я вам говорю, в вашей памяти. Или не в Священном Писании говорят, в вашей памяти. А память священна, как отблеск высокого огня. Ну, то есть, память священна. Это самая священная сила внутри нас, память. Если, допустим, я прикован к чему-то, я думаю, думаю только об этом постоянно, значит, через это действует моя судьба. И как победить судьбу, если человек начинает думать о Боге и отвлекается от того, к чему он прикован? А это можно думать о Боге только служа ему, то есть, восхваляя его имя, кланяясь ему, выполняя его наставления, думая о нем, помня о нем. И когда человек забывается в молитве, забывает про свою судьбу, в этот момент начинается победа над судьбой. Сгорает это событие в его жизни. Женщина одна мне говорит, Олег Геннадьевич, я о своем ребенке молюсь уже два года. Я постоянно думаю о нем, постоянно молюсь. Почему ему лучше не становится? Я говорю, потому что то, что вы делаете, это не молитва. Вы не знаете, что такое молитва. Она говорит, как не молитва? Я читаю молитву, думаю о ребенке. Я говорю, надо читать молитву, думать о Боге. И если вы думаете о ребенке, значит, ваша сила пытается ему помочь. Вы берете энергию Бога, сколько можете взять, столько берете, и просто отдаете ребенку. Это неэффективно. Вам надо отвлечься от ребенка, когда вы сами действуете, Бог туда не может войти. Когда вы отвлеклись, начинаете делать для Бога, то есть, жить для Бога, забыли про ребенка. В это время Бог уже полностью может действовать внутри вашей судьбы, потому что вы сами там не действуете. И в этот момент человек понимает, что такое вера. Вера, оказывается, настоящая. Это перестать думать самому о своей судьбе, думать о Боге. И с этого момента она начинает побеждаться. Вот это и есть вера. Вера-то не то, что я думаю о своем ребенке, молюсь, и ничего не меняется. Меняется очень медленно. Но если ты забыла про своего ребенка и просто думаешь о Боге, то Бог сам о нем думает. Скажешь, а вдруг он не будет думать? Будет? Он прямо как в телевизоре и сердце всю нашу жизнь видит и знает точно, что происходит. Не надо ему объяснять. Типа вот дай толстый кошелек, тонкую талию, не перепутай. Ему не надо объяснять, он так все знает. Подробности не надо ему объяснять, что мне надо конкретно. Не надо.